Добрый день! На связи психолог Евгения Порошина. Сегодня поговорим про благо-намеренность поля, внешнего пространства, про благо-намеренность жизни. Поговорим про законы природы — это основная защита, то есть и служение. Служение, соблюдение законов природы — это основная защита, чтобы быть здоровым, счастливым, энергичным и так далее. Вот об этом поговорим. Включаю слайды. Также напоминаю, приглашаю на курс «Профессия психолог-коуч». 18-я группа стартует 1 марта до 15. Кто присоединяется пораньше, за 15 дней, там есть бонус, один месяц сопровождения после курса. Вот. В общем, сказала, жду всех желающих. Итак, эфир. Благо-намеренность поля, жизни, внешнего пространства, служение и соблюдение законов природы как основная защита от невзгод. То есть как быть здоровым, счастливым, энергичным, с деньгами, с друзьями и так далее. Важно в жизни заниматься своим делом, служение, работа социально значимая. И важно соблюдать законы природы. Вот основная защита от любых невзгод, недоброжелателей и так далее. Кто хочет, можете познакомиться со специалистом Вячеслав Губанов. Я вот последние 2-3 дня повышала квалификацию в онлайн-формате. Проходила его семинар «Защиты высшего уровня. Жизнь под защитой природы». Кто хочет, поищите в интернете. Семинар стоит 8 тысяч. Там по 2-3 часа 4 раздела видео. Я вот вчера добросовестно закончила прослушивание. Очень нравится позиция, материал. Совсем согласна. Психологически очень грамотно. Да, немножко отличается от классической психологии. Но если всё это совместить, всё это совмещается. В общем, кому интересно, изучите. Все слайды будут в телеграм-канале в школы. Могут присоединиться все желающие в телеграм-канал. Итак, благонамеренность поля жизни. Тогда мы находим решение своей ситуации. И важен положительный настрой. Тогда поле «Жизнь помогает». Мир за нас. Приведу свой пример. Недавно обращалась к мастеру по работам сантехники и плиточным работам. В итоге, как, есть такая фраза, как говорит Вячеслав Губанов, надо проверить человека на вшивость, прежде чем впустить в ближнее окружение. И я, как в розовых очках, и тело давало сигналы, и внешние признаки. Там, ну, человек пришел домой, как, со специалистом, то, ну, буду говорить, как, то, что есть. То дырявые носки, то плохо пахнет от обуви, то у человека наколка где-то здесь, то у второго сотрудника передних зубов нет, несколько, и это видно. В общем, на многие моменты я не обратила внимания. Думаю, ну, всякое бывает, как у каждого своя точка. Специалист делал свою работу качественно, добросовестно, с душой. Но отношения к клиенту, сервиса не было. Он постоянно был в тревоге, как на войне из Афганистана, из чего я сделала вывод, что психика разрушенная, ну, дырявая психика, как решето. Я думаю, да ладно, но как, я не психиатр. И чтобы общаться с таким человеком, нужны очень сильная энергетика, навыки и чёткие правила, заранее деньги не переводить. То есть я специалисту 10 тысяч оплатила, потом 6 тысяч. Потом мы договорились, следующий этап работы будет стоить 8 тысяч. Потом начались обманы, там один инструмент надо было купить, он говорит, это где-то 3-4 тысячи. Потом оказалось, это 10 стоит в переписке. Я говорю, хорошо, ну, окей. В итоге перевела 14 тысяч за материалы, и всё. Человек прекратил работать и больше не приехал. Это специалист с сайта ЮДУ. Я, в общем, написала, ну, как, в общем, отзывы мы оставили, ну, чтобы другие люди просто знали, что за специалист. То есть свою ответственность я понесла, что, как, надо проверять человека на вшивость. Нельзя переводить деньги, ну, как, то есть я себя не послушала. Я понимала, что психика травмированная, тяжёлая, тут нужны навыки психиатра. Я думаю, человек доделает, как, ну, как есть такое понятие, а вор должен сидеть в тюрьме. То есть нельзя, как говорит Вячеслав Губанов, не всегда надо верить человеку. О природе можно, природа, а поле к нам благонастроено, нас учит. То есть вот эта ситуация меня научила, что надо проверять человека на вшивость. Прямо на уровне ощущений, проживания, эмоций я поняла, как делать надо, а как делать не надо. То есть данный человек для меня как учитель. И не просто так мы вместе встретились. Вот, я извлекла свои уроки, специалиста заблокировала, отзыв написала, всё. Дальше меня не интересует, как его дела. То есть можно было написать в полицию, но я бы больше времени и энергии потратила. Там семь дней мы были на переписке. То мама заболела, то маме нужны деньги на операции. В конце то мама умерла. То есть как свои проблемы человек навешивает на постороннего человека. Есть такая техника, чтобы у нас был список наших проблем. Если человек манипулирует своими проблемами, мы в ответ свой список, то есть говорим на его языке. То есть важно это отслеживать. И в тот момент, как я познакомилась с этим специалистом по сантехнике, я как раз нашла Вячеслава Губанова в интернете. То есть у каждого из нас есть куратор, и жизнь нас направляет. И если нам нужна какая-то информация сейчас по нашим целям и задачам, мы её получим. То есть мир за нас. Иногда в психологии, в парадигме психологии не все задачи можно решить. Надо выходить за пределы своей профессии, изучать что-то новое, уровень энергии и так далее. В общем, важно наше положительное отношение к ситуации, что природа нас учит. И важно гибко и быстро извлекать уроки. Но крайняя стадия — это болезни или смерть. То есть если мы вообще троечники в школе жизни и не учим эти уроки. Важно отношение позитивное к ситуации. Это мировоззренческая защита, когда мы знаем, что жизнь к нам настроена позитивно. Да, не все люди к нам позитивно настроены. Есть убийцы, воры и так далее. То есть по юнгу — это тёмная сторона самости. Но и не я, не я. Мы должны быть разные. Где надо, мы добрые, где надо, мы злые. И это про психическое здоровье. Я привела свой пример, как я не проверила человека на вшивость. То есть получила свой опыт. Как есть фраза, хорошо, что взяли деньгами. То есть человек не настроен на долгосрочные взаимоотношения. То есть когда у специалиста много клиентов, он качественно работает, получает оплату за свою работу. Ему не надо искать новых клиентов. Ну а если вот этот сантехник, он берёт деньги, а потом пропадает, он ищет новых. Ну это энергозатратно. Плюс вор должен сидеть в тюрьме. То есть дело времени. Общество таких людей изолирует. Вот как представьте в организме, если есть раковая опухоль или организм постоянно болеет. Это невыгодно системе, организму. Такая система умрёт. Также, и как я понимаю, системные законы общества паразитов изолирует. Ну для того, чтобы вся система сохранилась. Давайте вместе размышлять. В Ютубе рада вашим вопросам. Итак, пойду сейчас по слайдам, а потом можем дальше размышлять на разные темы. Мир за нас. Важно позитивное отношение. Энергию мы получаем от радости. Лучшая защита — это радость. Важно спокойное состояние, стабильность. И время — это деньги, это энергия. И есть 12 правил обращения с энергией, временем и деньгами. Почитайте книгу «Искусство делать деньги». Книга есть на слайде. Герберт Кессен. Я почитала его автобиографию. Он с Николой Тесла общался, с Эдисоном. То есть, как, интересная личность, но на Ютубе не смогла найти его видео. Как он умер, а через 20 лет появился интернет. То есть, ещё не было интернета, как я поняла. В общем, изучайте книгу «Искусство делать деньги». Например, там есть такой принцип. Как только у вас появились деньги, энергия, время, появляются другие люди, которые это чувствуют на тонком энергоинформационном плане. И они хотят у нас забрать время, энергию, деньги. Хорошее желание, но важно, чтобы был взаимообмен, а не паразитизм. Когда без нашего ведома забирают время, деньги, энергию. То есть важно, чтобы был взаимообмен. Я тоже поизучаю эту книгу. Интересно я… Это не только про деньги. Это про время, энергию и деньги в том числе. Так, третий слайд открываю. «Защита от любых невзгод». Служение на первом месте. Но важно не прислуживать, а служить. Важен взаимообмен. И важно удовлетворять скрытое желание человека. Ресурсы. То есть пять тем для сотрудничества. Время, деньги, эмоции, стабильность, энергия. Я проводила эфир про мастера маникюра. Человек хочет ещё получить эмоции, стабильность, энергию, а не просто качественный маникюр. Или пример про сантехника. Как специалист вообще претензий нет. Видно, что с душой старается делать своё дело. Но психика разрушенная. Он в тревоге. Плюс к клиентам отношения нет сервиса. Как невкусно продаёт свои услуги. И к нему поэтому не обращаются. Он живёт одним днём, но есть священное право выбора. Итак, открываю следующий слайд. Служение на первом месте. Всё остальное приходит. Деньги и так далее. Это правильная позиция. Вертикальная. Седьмое тело человека, миссия, космос. А по иерархии высший уровень действует на низший. Закон системы и иерархии. Закон иерархии. То есть тогда мы защищены. Вот даже берём этого сантехника. Он тоже под защитой. Он служит. Но единственное, он не развоевается в служении. Там сервис клиентам. Плюс подлечить свою психику. Ну как развиваться дальше-дальше. Но в принципе он тоже служит. И это его защищает на каком-то уровне. В общем, важна наша правильная позиция вертикальная. Баланс материального и духовного. И истина посередине. Вячеслав Губанов говорит. Правило для рабочей коммуникации. Для взаимообмена. 4Т. Делай то. Тогда таким образом. С тем, с кем легко, весело и быстро. Если это не так, надо что-то пересмотреть. Дальше. Тело подскажет, что нам надо делать. Вот. Дальше. Ну трудиться, конечно, надо. Дальше. Про вампиризмы. Признаки энергетического нападения. Постоянная критика без похвалы. Испортили настроение. Пассивный вампиризм. Несчастные люди, которым мы посочувствовали. Дальше. Признаки энергетического нападения на нашу энергетическую оболочку. Это целенаправленное манипулирование информацией, после которой у нас идет убыль энергии. Это энергетическое нападение. Ну и последний момент. Это прямое физическое нападение. Полистайте телеграм-канал школы. Посмотрите мои эфиры. Я говорю, что у человека с научной точки зрения есть семь тел. И физическое тело — это... Можно на физическое тело напасть. Тогда мы защищаемся. А есть тело ощущений, эмоций, смыслов. И дальше, и дальше. И на все эти тела может идти нападение. Если мы берем энергию, то есть это больше уровень ощущений телесный, то есть идет нападение на нашу энергию. Это постоянная критика без похвалы, портят нам настроение, пассивный вампиризм, целенаправленное манипулирование информацией. В общем, возвращайтесь к этим картинкам и проверяйте. Если без вашего ведома кто-то присосался к вашей энергии, любые техники, упражнения, защиты помогут с научной точки зрения, это наращивание границ. То есть... Вот приведу свой пример. Когда я поняла, что сантехник ведет себя как энергетический вампир, с научной точки зрения у него психика разрушенная. Он мне не платит деньги. Почему? Вот как? Он же сантехническую работу не делает без оплаты. То есть он в дом пришел не просто так, ну а четкая была договоренность. То есть он пришел работать. Так же и я. Почему я должна бесплатно терпеть это безумие? У него психика вообще дырявая. В общем, я поняла, что происходит. Но уже поняла, когда совершила ошибку, перевела деньги. И он думает, о, 14 тысяч получил, зачем тогда дальше зарабатывать, там 8 тысяч и так далее заработаю, если я могу материалы не купить и обмануть людей. Ну это его выбор. Я урок получила, теперь никому заранее не плачу. То есть поле нас учит, обучает сама природа, как заботливый родитель. Дальше. И я пыталась по-нормальному с этим сантехником общаться. Когда придете? Вот я перевела деньги за материалы, 14 тысяч. Там, ой, сегодня не могу, сегодня у меня клиенты. Там на вторник у меня клиенты. Я говорю, а я кто? Я тоже клиент. Давайте я запишу, можно я запишусь в ваш график. Когда мне планировать, что вы придете? В общем, договорились, например, на четверг. Наступает четверг, ой, извините, я заболел. Ой, извините, а я не вижу оплаты, вы мне не переводили деньги. Я думаю, ну как, он выпил или что случилось? В итоге, ну, там были переписки. В общем, он потерял эти деньги, которые я ему перевела, стал на меня наезжать в СМС, как, вот у меня мама больная, надо 500 тысяч на операцию. Почему я должен материалы покупать за свой счет? Я говорю, подождите, вот чеки, ну, онлайн, интернет, банк, я вам переводила, проверьте, пожалуйста. На следующий день он пишет, а, все нормально, вы оплатили сразу. То есть эмоциональные качели вот такие. Я говорю, когда вы придете? Ой, я заболел. В итоге, когда я поняла, что это энергетический вампиризм, я его заблокировала, ну, написали отзыв на сайт, и все, пусть идет с миром. Ну, то есть, ну, 14 тысяч — это, ну, как, его кармические задачи. Просто если бы я дальше находилась в общении с этим человеком, искала справедливость, то, ну, как, я бы больше потеряла энергии. И как только я поняла, что идет энергетическая откачка моей энергии, я прекратила общение с этим человеком, его заблокировала. Ну, то есть я получила опыт. Да, во-первых, заранее не надо переводить. Во-вторых, надо проверять человека на вшивость. Даже если от знакомых он приходит, глаза, уши. Если мы видим, что татуировка на руках, дырявые носки, плохо пахнет, он постоянно в тревоге бегает по всей квартире, видно, что психика дырявая. То есть аккуратно с этим человеком. То есть как? Я уверена, на 100% всё было бы нормально, он доделал бы свою работу, если бы я не перевела заранее деньги. Но случилось, как случилось, каждый получил свой опыт. На ЮДУ написали отзыв, служба поддержки, то есть тоже меры будут приведены. Ну и, по крайней мере, другие люди могут знать, что он может так себя повести. А я так поняла, рабочая страничка, и он дорожит, поэтому со своей стороны я всё сделала. А дальше пусть сам разбирается. В общем, также обращайте внимание, могут быть близкие, знакомые, которые пассивные вампиры делятся своим несчастьем часто. То есть аккуратно пресекайте эти моменты, ну либо понимайте, что идёт откачка вашей энергии, причём без вашего ведома. Мы живые люди, всякое бывает. Природа, как я поняла, по информации Вячеслава Губанова, природа даёт возможность две недели побыть паразитом, вампиром. Нормально, но не больше двух недель. Если это постоянно, системно, то всё. Это уже не порядок, это уже не соблюдение законов природы. И когда мы видим, что идёт такой паразитизм открытый, прекращаем свою помощь, поддержку. Представим, что у нас энергии 100%. 25% мы можем делиться деньгами, временем, энергией и так далее. Но не больше. Если больше, это энергетический вампиризм и уже страдаем мы. Поэтому в том числе в ближнем окружении важно проверить, есть ли пассивный вампиризм, то есть люди, которые откачивают вашу энергию. С научной точки зрения это по-другому называется. Это называется проективная идентификация. Кому интересно, изучите книги на Литрес Евгения Порошина «Фундаментальные навыки и техники психолога». С точки зрения психологии это называется ещё проективная идентификация. Итак, важно пресекать энергетические вампиризмы, паразитизмы, серьёзно и безжалостно. Важно защищаться радостью, защищаться ролью и защищаться правдой. То есть в любой ситуации правдиво оцениваем своё положение и защищаемся ролью. И любые неудачи — это нарушение законов природы. То есть абсолютная защита — это мировоззренческая позиция. Когда мы знаем, что поле к нам благожелательно настроено, мы извлекаем уроки, это про психическое здоровье, и идём дальше. То есть в любой ситуации проверяем, в какой я сейчас роли. Берём психолога. Я приведу пример. Например, вы знакомитесь с человеком, и он вам жалуется беспричинно, постоянно. Но вы сейчас не на работе. То есть как? То есть всегда важно смотреть ситуацию правде в глаза и как всё расставлять по порядку, на свои места. Дальше. Пишите вопросы, размышления, комментарии. Если надо, дальше это продолжим. Так, про правильную позицию сказала. Как определить свою правоту в жизни, что мы правы? Хорошее здоровье, хорошее настроение, секс и приятное общение — это критерии, что мы правы в жизни. То есть природа, наш основной информатор, даёт подсказки, сигналы. И наша задача — сигналы, символы от природы, от нашего духа, от наших кураторов — различать и идти туда, куда ведёт нас природа, дух, кураторы. Природа — наш основной информатор. То есть это основной кумир. Кумиром не может быть человек. То есть важно это понимать. И также идёт проверка силой, властью, деньгами. Не все люди проходят эту проверку. Предположим, в социальной иерархии человек высоко забрался, начинаются проверки. Как говорит Вячеслав Губанов, три раза идёт проверка. Выстоишь на этой ступеньке иерархической, значит, по чину занял своё место. Если не продержишься, значит, ты чину не соответствуешь, и человек проваливается ещё ниже той точки, с которой начинал. Это касается предпринимателей, бизнесменов. То есть идёт проверка силой, властью, деньгами. Это законы природы. То есть важно это понимать. То есть тема интересная. То есть для меня благонамеренность поля, поля к нам благонамеренно. Если мы живы, значит, есть надежда, как выполнять задания в школе жизни и идём дальше. Защита лучшая от любых невзгод, это любимое дело, служение и соблюдение законов природы. Если мы где-то нарушили закон природы, вот как я перевела деньги, ну как не зная человека, не проверив его навшивость, убирая сигналы тела, здравого смысла, то есть одела розовые очки свои любимые. То есть и такая ситуация случилась, но как я разрешила ей случиться. Поля благонамеренно настроена, и я извлекла этот урок. Если мы берём диалектику, наступает временное равновесие, дальше будет следующий урок. Тезис, антитезис, потом синтез, временное равновесие, потом опять тезис, антитезис, надо это всё синтезировать, временное равновесие и так далее. Про диалектику вот сейчас готовлю мастер-класс или эфир, ну подумаю, как книга про терапию людей с пограничным расстройством личности. И специалист, который именно работает с клиентами, у которых пограничная психика, она говорит про диалектику. В работе с такими клиентами надо знать диалектические законы. То есть, например, человек должен быть хорошим, да, тезис. Там человек должен быть плохим, антитезис. И важно соединить это всё, синтезировать. И дальше идёт развитие, то есть пограничный клиент, это как над пропастью мы ходим на канате, очень энергичный, иногда мир чёрно-белый, то есть большое психотическое ядро, безумное ядро по Мелани Кляйен. И с такими клиентами работать нужны навыки. Надо знать законы диалектики, то есть с клиентом наступила равновесие, а потом опять качели, и важно выравниваться. то есть как новые задачи выравнились, то есть клиент делает шаг, и мы делаем шаг так, чтобы было равновесие. В общем, посмотрите, у меня, где-то я давала эту книгу, терапия, когнитивно-поведенческая терапия людей с пограничным расстройством личности. То есть психолог работает со здоровыми клиентами, но это в теории, в учебнике, но на практике много клиентов приходят с пограничным расстройством личности, и надо соответствовать времени и изучать, как выглядят эти клиенты, как с ними работать. На днях, или не на днях, как выйду в эфир, поделюсь этой книгой. Кто хочет, самостоятельно можно изучать, кто не хочет, ждите мастер-класс, либо эфир проведу. Вот, кто не хочет, сам изучать. Извиняюсь. Так. Приглашение на курс сказала. Что еще? Про телеграм-канал сказала. Все слайды к эфиру в телеграм-канале. Порекомендовала Вячеслава Губанова. Его видео на Ютубе, его сайт, его семинары. Изучите. Но помните, что истина посередине. То есть, как мы не берем какую-то концепцию, как что-то святое. Важно все соединять. Соединять. Как фанатизм, трудоголизм. Вот любые перекосы — это про психическое расстройство. В общем, изучайте творчество, работу Вячеслава Губанова. Возможно, вам тоже приглянется. Психологам рекомендую. И желаю помнить, что поле жизни к нам благожелательно настроено. Лучшая и высшая защита — это служение и соблюдение законов природы. О чем смогла, тем поделилась. Вот будете видео Вячеслава Губанова смотреть, также платные семинары проходить, поймете там, как много нюансов, много граней с точки зрения энергетики. Например, если автомобиль был в аварии, и мы покупаем такой автомобиль, и если условно энергетически как автомобиль не чистим, то такой автомобиль привлекает аварии. Или как в автомобиле произошло убийство, и специалисты по авторемонту как они красят автомобиль, и им плохо энергетически то есть не просто так, потому что там было убийство условно. То есть как… Ну важно хотя бы основные какие-то моменты по энергетике, по энергетическим законам важно знать. То есть приведу пример. Например, вы пришли в баню, а баня находится в таком месте, как условно, как 90-е. И баня существует давно, и в этой бане энергетика какая-то нехорошая. То есть я рекомендую, например, в такую баню не ходить. То есть в 90-е годы непростые, возможно, там было убийство, что-то ещё. И человек, приходя в такую баню, он берёт на себя эту энергетику, и у него сложности в делах. А зачем это нужно? Ну это я такой пример привела. То есть очень важно смотреть, куда мы идём, с кем общаемся, какую кружку мы купили. Вот у меня Анна Щербакова, олимпийская чемпионка на кружке. То есть светлая энергетика. То есть очень важно, ну любые символы, это всё важно. То есть что мы покупаем, что мы едим, например, мы заказываем еду, и человек в каком настроении готовил еду? Он был благожелательно настроен, счастлив, или он был в депрессии, в тоске? То есть это всё, конечно, тоже влияет, особенно на высокочувствительных людях. И чтобы чужое на себя не брать, важно уметь защищаться. С научной точки зрения, по психологии нужны хорошие, адекватные защиты. С точки зрения эзотерики, как будто бы мистики, да, если есть энергетический вампиризм, мы защищаемся адекватно, ну от паразитов. С точки зрения психологии, психолог работает с непростыми клиентами, но идёт взаимообмен, то есть человек платит деньги, мы на эти деньги согласны, и да, может быть, как будто бы вампиризм, обмен энергии ей и так далее, но если мы как сосуд на 100%, мы заряжены, 20% энергии мы можем, ну как, давать. И если человек к нам приходит больше трёх раз, он тоже вампир энергетический, важно эти моменты тоже понимать. Ну так говорит Вячеслав Губанов, я с этой информацией пока живу, но в принципе тоже есть смысл, логика в этом. И как, надо человеку, ну как задать вопрос, а что вы сделали с тем, что я вам дала, дал за три консультации? То есть чтобы человек не был созависимый или как энергетический вампир, а чтобы он научился сам, ну как себе помогать, сам быть солнышком, энергичным и так далее. В общем, вопросы, размышления, комментарии пишите в Ютубе. И дальше, если надо, продолжим это время, когда у меня будет возможность выйти в эфир. Всем хорошего дня, хорошего понедельника. И желаю защищаться ролью от энергетических вампиров, защищаться радостью, ну чаще быть радостным, и защищаться правдой. И важно, как помогать тем людям, которые этого достойны. Если мы безмерно помогаем, 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 то это может, как мы способствуем паразитизму. Человек не становится сильным, а становится паразитом. То есть подумайте, как это применить в жизни. То есть во всём важна мера, золотая серединка. Я тоже с этой информацией живу. То есть вот сейчас эфиры не так часто провожу, потому что я понимаю, важна мера. То есть, ну, в общем, важна мера во всём. Всё, всем хорошего дня. Рада вашим вопросам, размышлениям, комментариям. И увидимся в следующем эфире. Всем хорошего дня.